Это деловые факты. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажу, у кого ЦБ забрал лицензию и сколько Сергей Галицкий потратит на Краснодарский индустриальный парк. Дождитесь. Все в парк. 9 миллиардов рублей вложат магнит строительства индустриального парка под Краснодаром. Соответствующее соглашение подписано на Сочинском форуме Вениамином Кондратьевым и Сергеем Галицким. Эксперты уже назвали данный проект определяющим для развития промышленности во всем регионе. Напомню, что речь идет о строительстве 14 производственных площадок. Они расположатся на 500 гектарах в Краснодарском округе Краснодара и будут состоять из пищевых, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Реализовать проект Сергей Галицкий планируют в три этапа, последний из которых обозначен 2020 годом. Вот как прокомментировал создание индустриального парка на Кубани глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Такого рода механизмы, индустриальные парки, может быть даже такие площадки, как например, Сколковского типа. Я думаю, что Краснодарский край не должен здесь отставать от партнеров и друзей из Татарстана. Поэтому есть много технологий, в том числе уже опробированных, которые вполне заслуживают тиражирования и кубанцы должны быть в лидерах. Добавлю, что к 2016 году Тандер планирует ввести в работу региональный распределительный центр в районе поселка Индустриального, близ Краснодара. Соответствующее соглашение также было заключено на инвестиционном форуме 2015 Сочи. И продолжая тему инвестфорума, расскажу об урожае столицы Кубани. Краснодар привез из Сочи целый портфель инвестпроектов. Между бизнесменами и мэрией было подписано 27 договоров о намерениях. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев, знакомясь с экспозицией Краснодара, был удивлен, что инвесторам предлагают не голое поле, а полностью готовые к работе площадки. Полностью вся территория обеспечивается энергетикой, водой и так далее. И энергетику, и воду кто подводит, они самостоятельно решают, сами энергетики. Инвесторы сами, газ есть, подводится газа, электроэнергию. Обычно этого требуют от государства, чтобы подводили электроэнергию. В итоге общая стоимость инвестиций, которых удалось привлечь к Краснодару, составила 70 миллиардов рублей. Упор делался сегодня в большей мере на соглашения, имеющие экономическую направленность, на развитие нашей промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, социальных объектов. Считаю, что форум для нас прошел успешно и поставленную задачу мы выполнили. Почти половина соглашений связана с жилищным строительством. Компании обязали возводить детские сады, школы и учреждения здравоохранения. Такая инфраструктура прописана в договорах, как социальная нагрузка. Особенностью этого года стали сроки реализации инвестпроектов. От подписания соглашения до финального этапа должно пройти не больше года. Инвестрансбанк сегодня лишился лицензии, а право вести коммерческую деятельность финансовую организацию лишил Центральный банк России. Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте регулятора. Что касается отделений банка, то один из его филиалов работает и в краевой столице. Кроме того, без лицензии сегодня осталась и еще одна коммерческая организация – Лесбанк. Поводом для лишения стала высокорискованная кредитная политика, а также, согласно официальному сообщению регулятора, отсутствие адекватных резервов в случае возможных судебных разбирательств. Предмет по финансовой грамотности преподают в школах Краснодарского края. Занятия проводятся один раз в неделю по специально изданным учебникам. Учебный курс рассчитан на получение знаний, которые действительно пригодятся в жизни. В необычной программе приняли участие более тысячи школьников из 23 образовательных учреждений Краснодара и Услабинского района. Насколько полезным окажется новый предмет, проверят в декабре этого года. Если проект окажется успешным, финансовую грамотность обещают сделать обязательным предметом во всех школах России. Время курсов валют. Сегодня рубль продолжает укрепляться. На этот раз к падающему доллару присоединился и евро. Американец в итоге стоит 65 рублей и 10 копеек, а европеец 72 рубля и 95 копеек. Такими были самые интересные деловые факты к данной минуте. Всего вам самого доброго и удачи!